Приветствую вас. Смотрите, боль – это состояние психологическое больше. Есть объективные факторы, как то, например, проблематичный рынок труда, а есть факторы психологические. Вот я бы сказал так, что вы довольно много внимания уделяете именно реальным факторам, так сказать, материальным факторам. Вот. И вы мало очень времени уделяете психологическим факторам. Потому что, как я понимаю, тут сейчас происходит вполне нормально и естественно. Я имею ввиду, что нет, ну, что нет работы. А что нет работы сейчас много у кого. Я так понимаю, так же понимаю, что вроде бы вы не бедствует. Ну, в смысле, что вам есть что кушать, да, вам есть, значит, где жить, вам есть где спать. То есть, как бы, ну, с этим проблем нет. Я надеюсь, особо проблем с этим нет. Вот. Вы не забираетесь долго жить в этом месте. То есть, это место, оно, как бы, ну, не совсем, ну, не совсем ваше. То есть, вы не рассматриваете это место, в данном случае, как, ну, постоянное место. Ну, вот. Но, тем не менее, вы требуете от себя работу найти. И я вот хочу понять этот момент. Откуда это требование? Такое ощущение, да, что вы либо решаете какую-то свою проблему. Ну, личную проблему какую-то решаете. Вот. Либо вы переживаете для того, что не можете оправдать требования, например. Своего мужа. Слепивание своего мужа. Дабы не уходить особо в дебри, да, я скажу сразу. Скажу сразу. У меня есть вопрос относительно того, что вам 23 года, вы переезжаете за своим мужем в Латвию из Украины. То есть, вы переезжаете, ну, я так думаю, я, конечно, не могу утверждать. Наверняка, но переезжаете вы в поисках лучшей жизни. Это вполне нормально. Вот. И вопрос в том, насколько это было ваше самостоятельное решение, вашим самостоятельным решением. Насколько это было. Понимаете, если вы переехали за мужем в Латвию, потому что, например, хотели переехать сами. Это одно. Если вы переехали за мужем, потому что покатил муж именно. Вот это другое. Если вы говорите, что вам муж говорит, чтобы вы нашли работу именно в Латвии. И, например, по факту вы пытаетесь это требование мужа удовлетворить, например. То здесь у нас, конечно, есть сложности относительно того, что вы называете себя сильным человеком. Вот. Но я бы сказал, что сильный человек, это человек, который обладает некоторым опытом, опытом решения проблем. Если только у вас не было опыта решения многих проблем с учетом вашего возраста, то я боюсь, что называя себя сильным, вы несколько лукавите. Я вот так бы сказал. Вот. Ну, не потому что хотите обмануть или что-то вроде этого. Нет, просто потому что, ну, просто потому что, может быть, склонны, вот, несколько вы, заблуждаться относительно себя и относительно того, что такое, что такое сила. Вот. И так, вы пишите. Я переехал, оставив семью хорошую работу. Но вот есть, есть ощущение, да, вот здесь, что вы собой как бы жертвуете. Вот. Я в этом не уверен, да, но есть такое чувство, что я вот переехал, я с собой, я пожертвовал собой, то есть я сделала то, чего я не хотела делать. Если это так, то у нас здесь нанечается корень проблемы, а именно жертвенность. В феврале мне удалось получить след на вид на жительство в Латвии, до этого я жила по безвизу. И как мы к этому относились, сам процесс вымотал нереально и длился почти полгода. Опять же, вы этого не знали, что этот процесс долгий или как? Но я ещё не знал, что дальше мне придётся несладко. Ну, понимаете, человеку приходится несладко исключительно зависимо от его отношения к этому. Я сразу же нажила поиск работы. Зачем? Вот один из главных моментов, зачем вы ищете работу? А до сих пор у меня её нет. Зачем? Мужно оставить на том, чтобы у меня была работа именно в Латвии. Какая разница ему, как вы воспринимаете его настаивание? Здесь мне отказывают по разным причинам. Какие-то работы по моим социальным телебанетам берут. Латвийцев тоже можно понять, я не знаю латвийский язык. Ну, учить вы его не собираетесь, потому что житель не собирается. Это понятно. Это понятно. Вы знаете, вот у меня складывается ощущение, да, такое, что вам как будто бы нужна ситуация, чтобы себя жалеть. Потому что вы пытаетесь найти работу фактически, как вы сами сказали, на год или на два. Сколько, сколько вы будете жить, ну, вот, в этой стране, да? Ну, я имею в виду в Латвии. Вас не хотят брать. Но такой, как бы, срок. То есть, ну, люди либо знают, либо чувствуют, что у долга вы не останетесь. Вот. И, соответственно, возникает тогда вопрос. Вот, насколько реалистичными, насколько реалистичными являются те задачи, которые вы себе ставите. И я думаю, что происходит это не случайно. То есть, вы не случайно ставите себе, ну, нереалистичные задачи, нереалистичные цели. Вот. Потому что, если вы их не выполните, вы можете себя жалеть. И вы можете ничего не делать. Ну, вот, в какой-то степени это выдает, знаете, страх успеха. Может быть, страх ошибки какой-нибудь, страх неудачи. Но, в целом, повторюсь, исходя из вашего текста, достаточно мало, достаточно маленький-маленький у вас уровень осознанности. Я бы так сказал, сказал. Вот. К сожалению. Так. Дальше. Так. Это всё было. В прошлое полгода было все здесь собеседование, все отказы, там не было сотни отказов, без собеседования. Семья, которая справляется много, но в этом случае уже не знаю, что делать. Чем вы возьмете к работе, если полгода вы жили без работы? Потому я хоть не могу, границы закрыты, скрываться именно сейчас, там не лучше. Ммм. Не надо. Ага. Отправляю свое XCV и плачу. Чужая страна не принимает, мне как бы я не боролась за это, как же облегчить, что временный убор. Так. А в смысле чужая страна не принимает вас, если вы сами в этой плане задерживаться не планируете? Я вот как-то вот не понял этого момента от слова, наверное, совсем. То есть вы говорите, что чужая страна меня не принимает. Но сами же говорите, что будете жить лишь несколько лет. Так с чего ей тогда вас принимать, если вы в ней будете жить несколько лет? Или вы хотите, чтобы вас любая страна принимала, неважно, в ней вы находитесь, собираетесь в жизни или нет? Чтобы страна приняла, нужно учить язык, нужно как бы вливаться в культуру, нужно заводить знакомство. Понимаете? А все это люди делают только если у них долгосрочные планы, а долгосрочных планов нет. И это нормально в таком случае, что вы не хотите учить язык и всякое такое. Это нормально. Нормально. Но откуда требование, чтобы ваша страна приняла? Но опять же, опять же, вы работаете. То есть как бы это профессиональная коммерческая сфера. А говоря о принятии страной вами, вы говорите о психологической истории. То есть вам нужно, чтобы вас приняли, вы чувствуете себя отвергнутой. Когда вам отказывают в работе, вы чувствуете, что вас отвергают. А это ощущение, ощущение отверженности, оно родом из детства. Вот. И все это надо с тем, что вы сами отвергаете себя, скорее всего. Поэтому не все здесь так очевидно и не все здесь так просто. Вы смешиваете разные сферы деятельности человека и накладываете одно на другое. То есть, условно говоря, если меня не принимают на работе, значит, меня отвергают страна в страну. Как именно страна может вас ответить и почему она должна вас принять. Это большой вопрос. Ну и, собственно, боль. От чего боль? Да? То есть, что именно болит. Меня отгазывают в любой работе. Даже сортировка вообще. Я тоже не буду учить латичный язык. Так. Самый проблем, да. Мы с зрителем тоже проблематично найти работу. Искать работу. Выглядит нормально, но очень маленький рынок вакансий. Так. А вы считаете, что вам должно больше повезти или что, если даже местные по полгода ищут работу? Я опустил этот надпись в своем рассказе. Я ищу удаленную работу. То, что пока безуспешно в моей сфере. Для чего мы работаем? Какую проблему пытаетесь решить работу? Понимаете, если у вас такая жертвенческая позиция, да, то работодатели ее чувствуют. И это не нравится людям. Поэтому, поэтому вас еще могут не принимать. То есть, вам. Мне кажется, не хватает, так сказать, гордости за себя. Нам не хватает ощущений от того, что вы ценны. Ощущения от того, что вы важны. Ощущения от того, что вы очень достойны. Ощущения от того, что вы хороши в том, что делаете и так далее. Вот. То есть, как бы, мне кажется, что вот этого вам не хватает. Поэтому здесь, я думаю, что имело бы смысл самооценку поработать с ней. Немножечко разгрузить вас в плане проблематики. Потому что сейчас, как мне кажется, вы очень много проблем своих пытаетесь решить. Ну, словно говоря, за счет одну сферу. За счет одну сферу. Вот. Это так я работаю. То есть, разные проблемы решаются за счет действий в разных сферах. Вот. Не решаются все проблемы в разных сферах. То есть, например, не решаются проблемы принятия. Да, вот. То, что вы хотите, чтобы вас приняли. Устроиться вам на работу. Это, наоборот, это риск того, что вы будете еще больше уязвимы. Еще, ну, еще сильнее уязвимы будете. Вот. Так что, я думаю, это тоже нужно учитывать. Мне кажется, что в какой-то степени источник давления идет от мужа и может быть проблема в несколько дисфункциональных отношениях с мужем. Вот. Я об этом не уверен, но если есть такая вероятность, то лучше это проработать. Что ж. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok